Второй город, который мы рассмотрим, это будет Аплод. Давайте его сразу же выберем и давайте пробежимся по тем героям, которые здесь есть для выбора на старте игры. Но перед этим давайте с вами рассмотрим особенности самих классов героев. Первый класс, который у нас здесь присутствует, это Рейнджер. И если мы посмотрим на вероятность получения вторичного навыка, то чем Рейнджеры в принципе примечательны. Во-первых, у них огромный шанс на доспехи 8%, на сопротивление 9%, то есть они и в бою и против магов чувствуют себя довольно-таки комфортно. Помимо этого, есть 8% шанс на стрельбу и поиск пути. Причем поиск пути, ну, очень специфический такой навык. Он нужен далеко не всегда, но все же иногда нужен. Особенно на том же Джебусе может пригодиться. А вот стрельба, с учетом того, что лучники имеются, ну, это всегда, наверное, ну или в большинстве случаев, не лишний навык. Также неплохой шанс на разведку 7%, 6% на лидерство и удачу. Кстати, удачу реально очень часто предлагают качнуть. Ну и 6% на артиллерию, что, наверное, не лучший навык. И в принципе, если сравнивать вот прокачку воинов замка Касл Человеческого и замка Аплот, мне прокачка воинов Аплота нравится гораздо больше. Но опять же, в зависимости от того, как вам сдало по раскладу, какой шаблон вы играете, какие правила и так далее. Также в начале у рейнджеров 35% шанс на атаку при прокачке, 45% на защиту. В принципе, они точно так же, как и рыцари, имеют шансы на защиту на 10% выше, чем на атаку. И точно так же сила магия и знания у них по 10% до 10 уровня. Поэтому в плане первичных навыков они с воинами Касловского замка, в общем-то, равны. А вот когда 10 уровень качается, тогда они тоже выравниваются и тоже в этом компоненте равны воинам замка Касл. Тоже 30 атака, 30 защита, 20 силамагии и 20 знания. Именно такие проценты стоят. Если же говорить о друидах, о магах, которые здесь имеются, то у них изначально до 10 уровня 10% шанс на атаку, 20% на защиту. То есть защита выпадает в два раза чаще. И одинаково выпадает по шансу сила магии и знания по 35%. Таким образом, они более-менее пропорционально качаются. Если их сравнивать со священниками, которым больше заходит атака, друиды, они больше качаются в защиту. И именно хорошие шансы на атаку и защиту со стороны священников и друидов, они немножко понижают полезность этого класса. Поскольку, когда ты выбираешь для прокачки мага, тебе, конечно же, нужна в первую очередь сила магии. Ну и знания тоже желательно поднять до нужного уровня. Ну и после 10 уровня, в принципе, все выравнивается тоже до показателей в размере 20-20-30-30, точно так же, как у священников. Если же говорить о тех навыках, которые заходят, то на мудрость очень велик шанс 8%. 9% есть шанс на удачу. 7% зоркость, которая, понятное дело, не нужна. 8% на грамотность, которая тоже в ряде случаев не нужна. 6% на волшебство, полезность которого 50 на 50. И первая помощь. В принципе, как по мне, друиды качаются, мягко говоря, не очень хорошо. То есть, у этого замка в плане прокачки мне больше нравятся именно рейнджеры. Ну а теперь давайте пробежимся по самим героям. Мефала. Один из лучших представителей класса рейнджер у этого города. Она является специалистом по доспехам. Доспехи имеются у нее сразу в наличии, вместе с лидерством. Идут рейнджеры все без книги заклинаний. Армии приносят стандартное количество. От 15 до 24 кентавров, от 3 до 5 гномов и от 3 до 6 эльфов. Герой очень топовый. Герой, который уже на старте игры начинает терять армии гораздо меньше, чем соперники. А когда она прокачается, она становится, ну просто невероятно непробиваемой такой стеной. И как раз за счет понижения ваших потерь во время боя, вам нужно даже реже скупаться. Если, например, играя тем же Крэг Хэггом, вам нужно постоянно следить, чтобы не заканчивалась армия. Если Крэг проигрывает по скорости той охране, на которую он нападает, у Крэга всегда большие потери. Мефала. Она может постоять и потерпеть в первом раунде, и только потом давать уже отпор. Пускай она дольше будет вырезать врага, нежели тот же Крэг. Но, во-первых, при развитии меньше армии теряется. И больше остается под финалку. В отличие от Крэга. И плюс, в отличие от Крэга, она может потерпеть в первом раунде. И даже если она врезается первой, то, опять же, она понижает ряды оппонента по армии, и потом ей еще проще будет терпеть. Поэтому, когда встречаются представители атаки и представители защиты, там, в общем-то, кто из них выиграет, во многом 50 на 50, и многое зависит от ситуации. Я слышал много там мнений по поводу того, что атака лучше защиты. Мое личное мнение это бред. Все очень и очень спонтанно, ребята. И надо смотреть в конкретной игровой ситуации. Одну из которых я вам уже рассказал. Итак, Мефалу, в общем-то, плюсуем для старта. Далее идет Уфритин. Специалист по гномам. Приносит 300 эко-гномов. Имеется сопротивление магии и удача. Ну, скажем так, герой не очень, армия не очень. Но где он может быть полезен? На маленьких картах, где в основном привычно играть магами. То, что у него сразу же есть сопротивление магии, это может спасти ему жизнь. А в связке с гномами, у которых еще помимо этого есть свои проценты шанса отбивать вражескую атаку, Уфритин чувствует себя очень даже неплохо в таких боях. А так, в большинстве случаев, не надо за него стартовать. Есть герои поинтереснее. Далее идет Янова. Специалист по золоту. Приносит 350 золотых в день. И идет с продвинутой стрельбой. Часто стартует за нее на 200% сложности. Потому что 3500 золота за 10 дней, которые она принесет, это немало. Помимо этого, продвинутая стрельба позволяет эльфам стрелять быстрее. Да, у нее получается специализация, которая не поможет вам во время боя. Но ничего страшного. От экономики никто еще дополнительно не умирал. Тем более, что, по крайней мере, лишних навыков у нее нет. И армию приносит стандартную. Вполне себе неплохой вариант для старта. Если Мефалой можно играть, например, на 160% сложности, то Яновой, например, на 200% вы будете чувствовать себя не хуже. И, возможно, при развитии Янова будет даже более темповой за счет того, что пробивная сила эльфов, а эльфы являются ключевым ударным стеком на первой, иногда даже второй неделе, то на две недельки ускориться не помешает. Далее идет Роланд, специалист под эндроидом. Ну, Роланда берут обычно при игре без правил. Потому что у него сразу же есть дипломатия, которая позволяет присоединять разные войска на карте. Это делает его довольно-таки имбовеньким и сильным героем. В целом качается стандартно, армию приносит стандартную. И если игра идет без правил, то он хороший герой. Если идет с правилами, все-таки Мефала и Янова мне кажутся более интересными. Далее у нас идет Таргрим. Это специалист по сопротивлению. Сразу же идет продвинутое сопротивление. Ну и опять же, как вы поняли, он очень хорош в игре против магов. Если вы на большом шаблоне уверены, что соперник будет играть за мага, или же на маленькой карте, где скорее всего, даже если вы не знаете, соперник будет качать мага, то вот специалист по сопротивлению, если он хорошо раскачан, он может просто творить чудеса, соперник будет тратить ману, которая будет уходить, скажем так, в молоко, в никуда. Армию приносит стандартную, очень специфический. Как я сказал, против мага он очень хорош, в остальных случаях, в принципе, не очень. Более того, он не дает никаких бонусов в битве с нейтралами, за исключением тех, которые кастуют какую-то магию, например, сказочные драконы. Но поскольку встречи с такими нейтралами крайне редко случаются, понятное дело, что начинать игру за Таргрима сложновато. Без полезных бонусов этот герой является ничем не примечательным. Далее идет Ивар, специалист по эльфам. А как вы знаете, эльфы один из ключевых стэков на первых двух недельках. В этом случае он приносит, во-первых, от одного до двух стэков эльфов. В редких случаях он приходит с одним стэком кентавров без эльфов. И в основном стартует за него для того, чтобы он больше эльфов принес на старте. Больше эльфов, значит, будет выше пробивная сила. Плюс у него очень хорошие стартовые навыки в виде оружия и стрельбы. Оружие позволяет в ближнем бою наносить больше урона, а стрельба в дальнем. Поэтому он и вблизи, и вдали одинаково хорош на старте. Подходит как для игры его как стартовым героем, чтобы больше армии принес, так и делать его главным героем, чтобы прокачивать в дальнейшем. Герой однозначно полезный. Едем далее. Кланси. Кланси это специалист по единорогам. В наличии тоже есть сразу же сопротивление, которое поможет ему в битве магов. Есть поиск пути, который позволит сокращать штраф во время передвижения по пересеченной местности, то есть по бездорожью на таких территориях, как снега, пески, болото и камни. Армию приносит абсолютно стандартную. И прежде всего он хорош тем, что усиливает тоже один из ключевых стэков, который появляется у вас к концу первой недели. Если расклад позволяет, и именно за счет специализации, он является один из лучших вариантов для игры в плане как главного героя. Плюс на богатых шаблонах очень часто еще и внешние жилища единорогов имеются, что только позволяет дополнительно его усилять и дальше. Но опять же, до появления единорогов первую недельку, конечно, придется ой как не сладко. Плюс поиск пути, который нужен далеко не всегда, сопротивление, которое, опять же, ближе к финалке вам понадобится. Будет создаваться такое впечатление, что вы стартуете, знаете, таким пустым героем. Герой-пустышка, которого еще нужно будет подкачать, чтобы он из себя что-то представлял. Поэтому отношение к Ланси очень и очень неоднозначное. Далее идет Кирь. Один из тех героев, которых берут на старте игры. Героев, которых делают главными героями. И дело тут в том, что это специалист по логистике. И логистика есть со старта. Начиная с первого дня, Кирь бегает гораздо дальше других. И делая больше шагов на карте, она больше успевает. При этом она, бегая по карте, качается. Качаясь, ее очки перемещений продолжают расти. И уже даже к концу первой недели или на второй недельке Кирь настолько сильно начинает опережать противника по зачистке карты, что за ней крайне сложно угнаться. Именно специалистов по логистике считают очень имбовыми героями. Но! Во-первых, она немножечко усиляет стрелков. И когда есть хорошее количество эльфов, она очень даже неплоха. Во-вторых, кроме логистики и стрельбы, на старте она вам ничего, конечно же, предложить больше не сможет. Особого усиления ваши войска получать не будут. Армии тоже будет не так уж и много. Эльфов она приносит с собой далеко не всегда. Скорее, чаще не приносит, чем приносит. Поэтому в этом плане вам придется, конечно, попотеть на старте. Но если вы игрок опытный и для вас не важно иметь много армии на старте, то Кирюшка может себя очень и очень хорошо оправдать. И сопернику придется на протяжении всей игры пытаться угнаться за вашим темпом, который вы будете показывать. Далее переходим уже от воинского класса к друидному. К магам, да. У нас имеется Корониус. Друид специальность у него. Убийца. Именно такое заклинание есть в книге заклинаний. А друиды стартуют именно с книжкой заклинаний на старте. Ее не нужно будет за 500 золота покупать в гильдии магов, что уже хорошо. Имеется грамотность и мудрость. Корониус, он больше хорош, как вспомогательный герой, который будет изучать между разными героями разные заклинания, переучивать их другим героям. И не надо будет даже главным героям посещать какие-то города, чтобы узнать новые заклинания. Корониус, если он раскачает грамотность, сможет передавать разным героям заклинания с первого по четвертый уровень. Ну, там находится, в принципе, большинство заклинаний, которые вам будут нужны. Армию приносит стартовую. Играть как главным героям не советуюсь, потому что специализация не очень полезная. Заклинания палач используются крайне редко. На 100 партий вы можете даже ни одного раза не увидеть, когда оно будет использоваться. Поэтому очень специфичный герой. Ну и грамотность для главного героя это все-таки очень специфическое умение. Оно, конечно, может и пригодиться. Особенно, если главный герой в ящике Пандоры или где-то найдет хорошее заклинание, которое можно будет передать другим героям, например, воскрешение или некромантию. Точнее, воскрешение или поднятие нежити. И ваши герои начнут сражаться тоже без потерь, даже вспомогательные саппорты. Это в определенный момент может очень сильно оправдаться. Но так, в целом, пожалуй, нет. Не советуем для старта. Дальше идет Улант. Специалист по лечению. Также есть заклинание лечения на старте. Ну и опять все портят имеющиеся навыки. С одной стороны, у него продвинутая мудрость и основная баллистика, что позволяет катапультой стрелять быстрее. И это делает его по вторичным навыкам, ну, одним из самых быстро качающихся героев. В том плане, что у всех либо два базовых навыка, либо один продвинутый. А у него один продвинутый и один базовый. Как будто он уже идет герой второго уровня даже. Как будто немножко подкачался. Но все бы ничего, если бы баллистика все это дело не портила. Она занимает слот во вторичных навыках. А как вы знаете, этих слотов не так уж много. И желательно эти слоты заполнить теми навыками, которые вам нужны. Армию приносит стартовую. В целом, к старту тоже его не будем с вами выделять. Далее идет Элизар или Эльшар в разных переводах. Специалист по интеллекту. Сразу же со старта игры имеет огромное количество маны. Как для старта. Имеет мудрость и интеллект, который увеличивает количество маны. В наличии есть заклинание проклятия, которое в некоторых боях может оказаться даже полезным. Армию приносит стандартную. Один из лучших магов, если вы собираетесь играть через мага, которые есть в наличии у этого города. Как минимум, огромное количество маны, которое будет только увеличиваться с прокачкой, вам обеспечено. Основная проблема Элизара, как в принципе и всех друидов, это плохо растущая сила магии. Это прям Ахиллесова пята этого класса героев. В принципе, для старта замага хорош. Едем далее. Джем. Она тоже приходит с палаткой. Тоже специалист по первой помощи. Первая помощь есть и в слоте вторичных навыков. Ну, как вы помните, во-первых, меньше армии приносит с собой в наличии, что уже минус. Во-вторых, в книге заклинаний вызов корабля, что нужно только если вы играете с водой. В большинстве случаев играют все-таки без воды. Герой слабый, будем говорить откровенно. Мало где он вам может быть полезен, кроме как в игре на воде. Палатка и специальность первой помощи в большинстве случаев они себя оправдывать не будут. Разве что в каких-то простеньких и средней сложности боях. В общем, нет. Это не то, что надо. Далее идет Малкольм. Специалист по зоркости. И зоркость есть у него в навыках вместе с мудростью. Армию приносит стандартную. Единственное, что есть в нем хорошее, это то, что он стартует уже имея волшебную стрелу. Благодаря волшебной стреле не обязательно строить гильдию магов, чтобы получить это заклинание. И можно сразу же без отстройки гильдии магов бегать по карте, убивать нейтралов с первого по второй уровень как минимум. Армию приносит стандартную. Но его специализация и навык зоркость они все портят. Вообще мог бы получиться довольно-таки полезный герой. Далее у нас идет Мелодия. Специалист по удаче. Удача у нее также есть среди навыков. Армию приносит стандартную. И в книге заклинаний тоже есть удача. Пожалуй, самый удачливый герой из всех, которых мы только знаем в Героях Меча и Магии. Но такие вещи, как боевой дух, да, мораль, удача, это все очень и очень непредсказуемо. Вы, конечно, можете делать на это ставку, но гарантий, что это сыграет вам в большой плюс, никто не даст. Вообще на протяжении боя даже с плюс 3 морали, а это максимум, вам может мораль не зайти вообще. Точно так же и удача. А может наоборот, прокать чуть ли не каждым ходом ваших юнитов. И тогда это вообще превращается в имбу. То есть, как себя это поведет, это крайне непредсказуемо. Игра за Мелодию это большой риск. Но иногда этот риск более чем оправдан. И вы превращаетесь просто в мега какого-то вырубателя ваших соперников. А можете превратиться просто в полнейшего нубаса, который не может противостоять остальным. В целом считаю, что риск не оправдан и лучше за Мелодию не стартовать. Следующим хорошим, кстати, друидом, который может применяться в битве на маленьких картах, а также в игре через мага, это Аллагар. Во-первых, отличная специализация героя в ледяную молнию, которую он усиливает. Это же ледяная молния, водное заклинание. Оно есть у него в книге заклинаний. Плюс уже имеется волшебство, которое еще увеличивает в процентном соотношении урон от магии. И имеется мудрость. Армию приносит стартовую. И в целом Аллагар в дружбе с Элизаром, они являются лучшими героями. По силе магии лучше Аллагар, потому что он больнее бьет. По количеству маны, а в совокупности и по количеству заклинаний, которые вы можете во время боя успевать делать, лучше Элизар. Тут уж вы для себя сами решайте, что для вас важнее. Больше маны или более сильная магия. Ну и Аэрис. Аэрис это довольно интересный герой. Интересный в каком плане? Дело в том, что это один из самых быстрых героев в игре, которых вы можете покупать. То есть сразу, как вы его только купили, у нее есть разброс по тем очкам перемещения, которые могут ей дать. И если это ближе к максимуму или максимум, который ей выпал, то она может ходить очень далеко со старта. Это большой плюс. Является специалистом по пегасам. Имеется мудрость. Но в книге заклинаний лежит защита от воздуха. В большинстве случаев она вам не пригодится. Но опять же, ее полезность в ней вполне может быть. Но крайне редко. И опять же, все портит разведка. С одной стороны, разведка полезный навык, особенно для разведчиков. С другой стороны, ну для главного героя, наверное, хотелось бы более полезные ключевые навыки успеть взять. Но иногда разведка очень решает, даже если она есть у главного героя. Например, на том же Джебусе, когда вы выходите в центр, чтобы с большим шансом засветить где-то дальше от дорожки какой-то важный объект, за которым нужно сбегать. В общем, она может сократить за счет разведки работу вашим разведчикам. Чтобы им меньше приходилось бегать вокруг и что-то там разведывать. Но в целом, я думаю, что герой очень средненький. И стартовать, не стартовать за него, скорее, думаю, что лучше не стартовать.